Здравствуйте! Здравствуйте! Сезонный рост ОРВИ, конечно, наблюдается, но это ежегодная ситуация, мы с ней сталкиваемся каждый год, поэтому ничего нового пока не происходит. Слава Богу! А среди беременных ситуация, наверное, неспокойная? Да, ситуация, Евгения, такая же, то есть мы заметили, что беременные заболевают, но как это всегда происходит в осенью. Очень часто грипп путают с ОРВИ, вот как отличить одно от другого? Человек может с точностью обезобращения врача понять, вот это грипп, а вот это ОРВИ, скорее всего. Можно определить, можно диагностировать, ставить даже самому себе диагноз. Грипп начинается всегда с высокой температуры, она, как правило, выше 38,5 градусов, боль в мышцах, ломота в костях, головные боли. То есть грипп не начинается с температуры 37,2, это, как всегда, высокая температура, резкий подъем. А чем опасен, в принципе, грипп? Да, очень часто мы переносим болезни на ногах. Ну, вот сейчас там жар понижающего выпью, а потом само все пройдет. Можно ли так с гриппом сделать? Грипп опасен для пожилых людей, для пациентов старше 65 лет, дети, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями. Да, действительно, для них грипп опасен. Но сейчас существует вакцин, которая в любом случае облегчит протекание этой болезни, и прививаться нужно. Лариса Владимировна, а чем для беременных грипп опасен? Грипп, конечно же, опасен для беременных, и ВОЗ ставит группу беременных на первом месте, которые опасны своим последствиям протекания гриппа. Дело в том, что организм материн так устроен, с началом беременности перестраивается иммунная система для того, чтобы не отторгнуть плод, который является наполовину чужеродным. И снижается иммунитет у беременных, и любой инфекции, в том числе гриппу, легче проникнуть в организм. Если заражение происходит в первом триместре, то это очень часто заканчивается выкидышем. Если же все-таки плод не погиб внутриутробно, то мы часто видим какие-то пороки развития. Грипп, он очень любит нервную систему, то есть клетки нервной системы. И поэтому пороки развития нервной системы, нервной токи, как осложнения, могут наблюдаться и в том числе после рождения. То есть ребенок может не погибнуть внутриутробно, но родиться инвалидом. Если заболевание возникает у женщин в более поздних сроках, то это также может привести к неблагоприятным исходам. Это могут быть синдромы задержки развития, плода может поражаться плацента и так дальше. То есть, конечно же, это инфекция, которая приводит ко многим неприятностям в течение беременности. Поэтому, наверное, к гриппу нельзя относиться как к какому-то такому легко проходящему заболеванию, стоит сразу обращаться к врачу. А я хочу напомнить, что вакцинация от гриппа в Денцовском округе началась 7 сентября. Одним из первых появилась глава мультипалитета Андрея Иванова в подробности в следующем материале. Температура приходит в 1 мере, нормальная цифра, в течение двух недель какие-то заболевания были, обострения, хронические заболевания возникает. В порядке общей очереди. Измерение температуры тела и давления. Опрос. Андрей Иванов готовится к сезонному росту заболеваемости и призывает всех, у кого нет противопоказаний, последовать его примеру. Вы будете прививаться к применению с ковидрик. Вакцина, которая используется для детей, для взрослых, зарекомендовала себя хорошо и у маленьких, у взрослых. Переносится очень хорошо. Поэтому просим вас спросить, пожалуйста, за кабинет. Прививочная кампания в Одинцовском округе стартовала 7 сентября. За 10 дней помимо главы муниципалитета защитили себя от гриппа более 28 тысяч жителей. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о вакцинации от гриппа 80, 95, 508, 86 и 84. Лариса Владимировна, грипп для беременных очень страшен. Мы поговорили о том, что в группе риск они, пожалуй, на первом месте. А можно ли сделать прививку от гриппа беременной женщине? Да, прививку от гриппа беременным женщинам можно делать. Желательно это делать уже начиная со второго семестра инактивированной гриппозной вакциной. Идеально, естественно, это готовиться к беременности и делать прививку еще до беременности. Как минимум за месяц до благотворения. То есть так же, как сейчас принято, очень многие родители будущие приходят к врачу, они отследуют, создают анализы, делают недостающие прививки. Вот к этому мы призываем также. Ну и во время беременности, начиная со второго триместра, можно делать прививку еще раз повторюсь. То есть такое ответственное отношение к своему здоровью должно быть. Есть ли какие-то противопоказания для прививки? Ну это общие противопоказания. То есть если есть аллергия на любой компонент, в том числе на куриный белок, это любой компонент прививки, это острые воспалительные заболевания, простудные в данный момент. То есть нужно выждать хотя бы 2-3 недели после выздоровления. Ну и, естественно, первый триместер. Елена Владимировна, у нас есть вопрос от читателя газеты «Одинцовская неделя». Он интересуется, возможно ли отправить мобильный ФАП для вакцинопрофилактики в село Луциноникольское теруправление. На сегодняшний день график на октябрь составлен, и изменить мы его не можем. А в ноябре месяце мы рассмотрим этот вопрос как предложение. И еще один вопрос от нашего телезрителя Михаила Дмитриевича Ефремова. Как сделать прививку от гриппа на дому инвалиду, который, к сожалению, свой дом покинуть не может, не может попасть в медучреждение? Необходимо вызвать терапевта на дом. Конечно, здесь индивидуальный подход. И если человек изъявляет желание провакцинироваться, мы не откажем. Будет отправлена бригада, врач и медсестра. Привьем. Поэтому все возможные. Контакты есть, мы вам обязательно передадим. Чтобы был человек, а был у него нет. Да, поможем. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что в прямом эфире телекомпании «Единцова» программа главная тема. И сегодня мы говорим о вакцинации гриппа. С нами по видеосвязи врач-эпидемиолог Евгения Владимировна Лазовая. Здравствуйте, Евгения Владимировна. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемый телезритель, уважаемый гость из студии. Здравствуйте, Евгения Владимировна. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы поговорили, что пока ситуация стандартная. Когда ожидать вот этого роста заболеваемости? Ну, осень – это, как правило, сезон простуд. И, как правило, сезон заболеваний гриппом и урви приходится где-то начиная с середины ноября. Значительный рост нарастания, дальнейшее нарастание случая урви и гриппа со второй половины ноября. К февралю месяцу чаще всего регистрируется пик этих заболеваний. И к концу марта следующего года уровень заболеваемости снижается, как правило, до обычных сезонных показателей. А до какого периода можно сделать прививку от гриппа? Все будет зависеть от эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом, в частности. Но я думаю, что до конца ноября можно сделать прививку. Но лучше ее сделать раньше. То есть сейчас как раз вполне благоприятный период. То есть грипп не регистрируется. Оровень заболеваемости урви на обычных сезонных показателях стоит у нас. Поэтому оптимальный период. Время пока есть. В течение сентября, октября. Да, конечно. Евгения Владимировна, а какие штаммы гриппа в этом году придут к нам? К чему готовиться? В нынешнюю осенью в Россию и в другие страны северного полушария придут штаммы вируса гриппа типа А и В, три из которых ранее не циркулировали на нашей территории. Речь идет о тех разновидностях вируса гриппа, от которых наше население еще не прививалось ранее. И, соответственно, у нас нет коллективного популяционного иммунитета. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения в вакцину от гриппа для нынешней прививочной компании вошли эти три новых штаммы. То есть вакцина поможет? Да. Какие это штаммы? Это вирус гриппа типа А, H1N1, вирус гриппа типа А, H3N2 и вирус гриппа типа Б. Если вовремя сделать прививку, можно обезопасить себя именно от этих штаммов. Еще раз повторюсь, в состав тех вакцин, которые мы сейчас имеем у нас в лечебных учреждениях, включены эти новые штаммы вируса, которые ожидают, ожидается их как противопуляция на нашей территории в этот эпидемический сезон. Евгения Владимировна, многие говорят, что не делают прививку от гриппа, потому что, мол, сделаешь прививку, привьешься от одного штамма, придет другой, не угадаешь, все равно заболеешь, иммунитет сядет. Вот так это или так? Это ошибка или правда? Вы знаете, вот общаясь с большим количеством людей по роду своей профессиональной деятельности, у меня другая информация. Многие говорят следующее. Когда мы начинали прививаться от гриппа, мы в этот период, в этот год, не болели не то, что гриппом, они даже не болели обычными сезонными уровень. Дело в том, что в состав вакцин против гриппа, который сейчас у нас используется, входят компоненты, кроме непосредственно ослабленных возбудителей гриппа, компоненты, которые повышают неспецифическую сопротивляемость организма человека к другим простудным заболеваниям. То есть, мое мнение, прививаться нужно, нужно обитать. Возможно ли, скажем так, наложение коронавируса на грипп, и чем вот такое вот сочетание может быть чревато? Насколько это сложно для нашего организма? Вопрос сейчас актуальный, его часто задают. Вот, и поэтому я бы хотела остановиться подробнее на этом вопросе. Значит, вакцина против гриппа, конечно же, не защитит от коронавирусной инфекции. Но существует опасность одновременного инфицирования COVID-19 и вирусом гриппа. Естественно, в этом случае заболевание будет протекать значительно тюрьме, с большим риском серьезных осложнений, вплоть до самого серьезного исхода. Наиболее частые осложнения будут проявлены в виде заболеваний бронхолегочной системы, вечно сосудистой системы. А учитывая то, что вакцина от COVID-19 пока отсутствует в необходимом количестве для массовой вакцинации и исцеления, мы рекомендуем сейчас обеспечить себя хотя бы от одной из этих тяжелых инфекций, от гриппа. Ведь вакцины против гриппа применяются не один год, а уже долгие годы, и показали на практике свою безвредность и свою эффективность. Иммунитет после вакцинации гриппа формируется в течение двух-трех недель. Защитные титры в разных возрастных категориях привитых формируются уже с 95-95% буквально к третьей неделе и сохраняются до года. После вакцинации риск заболевания гриппом снижается сразу же по истечению этого необходимого периода трехнедельного в среднем на 80-90%. Причем даже если человек все-таки и заболеет гриппом, заболевание будет протекать значительно легче, и иммунизация позволит избежать осложнений. Осложнения могут быть, еще раз повторюсь, очень серьезными. Особенно показана иммунизация против гриппа так называемым лицам из группы риска. Лицам группы риска по медицинским показаниям и по профессиональным группам риска. По медицинским показаниям прежде всего это дети младшего, дошкольного и школьного возраста, особенно организованные дети. Лица преклонного возраста, лица, страдающие хроническими заболеваниями, особенно бронхолегочной системой, сердечно-сосудистой системой, эндокринных заболеваний, заболеваниям почек, заболеваниям обмена веществ. Ну и вакцина тоже показана особенно лицам, имеющим профессиональный риск заражения. Прежде всего это медицинские работники, педагоги, работники торговли, транспорта, сферы обслуживания, ну и прочие категории, профессии, которые в своей деятельности сталкиваются с большим количеством людей. Спасибо большое, Евгения Владимировна, что были сегодня с нами. А я напоминаю, что мы говорим о вакцинации в прямом фире этого программы «Главная тема» 8495-508-86-84. Хочу напомнить телезрителям, что сделать прививку от гриппа можно не только в поликлинике. В Одинцовском море Елена Владимировна не даст вас обнуть работу передвижные фельдшерские пункты. Если я не ошибаюсь, Елена Владимировна, мне поправят самый популярный ФАП находится на центральной площади города Одинцово. Говорят, в среднем 150 человек за день работы. Правда? Даже больше. Даже больше. Рекорд, насколько я знаю, 210. А я предлагаю немножечко побольше узнать о работе передвижного ФАП. Паш, по вниманию, следующий материал. 7 сентября в Одинцовском городском округе стартовала прививочная кампания. В этом году из-за пандемии коронавируса она имеет особый статус. Здоровье населения сейчас главный приоритет. Врачи призывают прививаться от гриппа. Современные препараты дают защиту сразу от трех штаммов вируса. Сделать прививку сегодня довольно просто. Например, обратиться в мобильный пункт вакцинации. Специализированные машины можно увидеть в разных частях округа. В том числе и на центральной площади Одинцова. Здесь всегда много желающих. Очередь тает буквально на глазах. Среди пришедших на прививку немало тех, кто приходит в мобильный пункт ежегодно. Считают, что делать прививку в спецавтомобиле удобнее, чем в медицинском учреждении. Быстро, безопасно, квалифицировано. Я делаю каждый год. Я считаю, что это правильно, чтобы себя как-то обезопасить. Потому что побочный эффект... Никаких, да, не было побочных каких-то у меня, во всяком случае, каких-то проявлений. Поэтому я всегда делаю. И вот всегда делаю именно здесь. Поскольку здесь рядом живу, удобно, без проволочек, быстро, паспорт, полис и все. За все годы я один раз все-таки, видимо, заболела гриппом. Но он протекал в легкой форме. И доктор мне сказал, что было бы намного тяжелее, если бы вы не были вакцинированы. В 2020 году планируется привить от гриппа не менее 60% от общей численности населения регионов страны. По словам главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, в муниципалитете прививку сделают более 206 тысяч человек. Напомним, что вакцина предоставляется бесплатно. В прямом эфире телекомпания Одинцов, программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о вакцинации. Например, Лидия Лапская в Инстаграм пишет. Я стараюсь каждый год прививаться, только в последний раз мне не понравилось. Градусника не было. Вот где это было, мы не знаем. Но я уверена, что это была какая-то исключительная ситуация, потому что сейчас, мне кажется, градусники есть везде. Бесконтактные градусники. Если это поликлиника, значит, на входе измеряется температура. В фельдшерско-акушерском пункте тоже существует бесконтактный градусник. 8495 508 86 84. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Моя фамилия Еплево Михаил Дмитриевич. Я житель Одинцова. В поликлинике 2 по месту жительства я сделал себе даже две прививки. Но у меня жена инвалид первой группы. И самостоятельно не ходит. Андрей Воробьев выступал и говорит, что будет оказана помощь на дому. Что мне делать? Она беззащитная. Да, спасибо большое за вопрос. Я его уже адресовала. Елене Владимировне, давайте повторимся. Расскажем, что делать в такой ситуации, куда обращаться. Ну, если есть возможность сейчас, может быть, по телефону оставить свои координаты, либо телефон, либо фамилию, имя отчества, мы найдем контакты и свяжемся, окажем помощь на дому. Лидия нам поясняет, что это было на площади Одинцовского подорья. Там ей не померили температуру, потому что не было градусника. Градусник есть везде. Еще раз поинструктируем сотрудника. Так быть не должно. Елена Владимировна, да. Евгения Владимировна частично сказала, кому в первую очередь нужно привиться беременным, группа риска. Вот сколько может быть человек, какой процент населения должны обязательно сделать прививку, чтобы нам более-менее безопасно жилось? 70% должны. Ну, никого принудительно, я так понимаю, не заставляют. То есть от доброволь людей, как некоторые пишут в социальных сетях. Мы уговариваем, объясняем, почему это необходимо сделать. А вот в этом году есть какая-то тенденция, может быть, к увеличению желающих сделать прививку от гриппа? Есть. Мобильный ФАП в этом году пользуется, как никогда, популярностью. Наверное, в прошлом году максимум было 100. Сейчас минимум 150 в день. И, да, 210 пока наш рекорд. А какую вакцину, может ли, во-первых, житель выбрать вакцину? И какие вакцины в ФАПах, поликлиниках Одинцовского округа представлены? Взрослое население мы прививаем флюем и савигрипп. Флюем делается пациентам до 60 лет, а савигрипп пациентам после 60 лет. То есть сам житель никак вакцину выбрать не может врачу, разумеется? Все по назначению врача, конечно. Лариса Владимировна, вот для будущих мам какая лучше? Ну, для будущих мам, я повторюсь, что это инактивированная вакцина. Только инактивированные живые вакцины мы беременным не рекомендуем и не прививаем. Для того, чтобы сделать прививку, конечно же, беременная должна прийти сначала на прием к кушер-гинекологу, определить показания и противопоказания, и дальнейший направляется уже на прием к терапевту, где окончательно идет осмотр и направляется уже в процедурный кабинет на прививку. Лена Владимировна, мы поговорили, какие противопоказания у беременных могут быть для вакцины профилактики. В принципе, человеку с какими показаниями, симптомами не стоит приходить за прививкой? Это аллергические реакции на ранние введенные вакцины. Какие-то поливалентные аллергии, которые человек сам не может объяснить, на что случилась аллергия. Такое, если он не обследовался, такое тоже возможно. Можно острые респираторно-вирусные заболевания, в период обострения не делается прививка. Ну и, в общем, какая-то индивидуальная непереносимость. Не так много этих противопоказаний на самом деле, поэтому все можно наделать. Ну и в любом же случае, я так понимаю, что перед прививкой врач осматривает, делает заключение. Да, несомненно. Это либо врач-терапевт, либо фельдшер. А если человек хочет сделать прививку, но не знает, есть ли у него аллергия или аллергии нет? Вот как решить этот вопрос? Сделать прививку. И дальше уже наблюдать? Ну, как правило, взрослые люди, которые к нам приходят, раз в жизни кто-то от чего-то уже прививался. Поэтому собирается тщательно анамнез, да, и делаются уже выводы. Во всяком случае, люди, которые... Есть вероятность аллергической реакции или нет? Обычно люди, которым нельзя делать прививки, они об этом точно знают. Мне кажется, мы, перед тем, когда готовились к сегодняшнему эфиру, провели опрос в социальных сетях. Было задано два вопроса, прививайтесь вы от гриппа или нет. Да, ответили 25 человек. Нет, к сожалению, ответили 85 человек. Объясняли по-разному. Кто-то не верит в содержимое, кто-то считает, что это бесполезный вирус, все равно поражает, он слишком изменчив и коварен. Кто-то говорит, что не болеет, поэтому тоже не прививается. И некоторые утверждают, что последствия прививки страшнее ее пользы. Мне кажется, вам есть что возразить. Ну, скептизм, наверное, людей понятца. Многие делают прививку и заболевают, но это не факт, что они заболевают гриппом. Ну, еще есть такое мнение, что от гриппа ежегодно умирают люди. Небольшое количество, но умирают. А от прививки от гриппа никто не умер. То для того, чтобы не попасть в тот контингент, который умирает, наверное, все-таки лучше сделать прививку, чтобы подстраховать себя, свою жизнь. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Анна Николаевна. Анна Николаевна, очень приятно задавать ваш вопрос. Мне 71 год. Я каждый год делала прививку от гриппа. Но я два месяца, вот как прошла протезирование коленного сустава. Мне вот 18 декабря будет два месяца. Имею я право, ну, в смысле, могу ли я делать сейчас прививку от гриппа? Или мне просто пока нельзя? Спасибо большое, Анна Николаевна, за вопрос. Можно сделать Анне Николаевне прививку? Можно и нужно. Не является противопоказанием. То есть, да, это... Вот что нужно сделать? Прийти в поликлинику, записаться на прививок терапевту. Да, у нас открыты прививочные кабинеты. А то даже не надо записываться. Ну, желательно все равно записаться. Запись даже в эти прививочные кабинеты тоже существует онлайн. Обратиться и провакцинироваться. У детей пик заболеваемости гриппом приходится на возраст от 3 до 14 лет, так посчитали ученые. Болеют малыши в 3 раза чаще взрослых. А в силу возрастной незрелости иммунной системы чувствительность к вирусу грипп у детей в четверо выше, чем у взрослых. А с нами по видеосвязи врач-педиатр Евгений Геннадьевич Гурович. Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Геннадьевич, а вы сделали прививку от гриппа? Конечно, и своим детям тоже. Каждый год прививаетесь? Обязательно. А с какого возраста лучше всего детей начинать прививать? Официально детей прививают с 6 месяцев. Если, соответственно, нет медицинских показаний, противопоказаний к этой прививке в настоящий момент. Поэтому дети, в принципе, с 6 месяцев и до 18 лет ежегодно могут прививаться. А как малыша к прививке подготовить? И нужно ли это делать? Определённого подготовки, конечно, детей не нужно. Но если есть особенности аллергии, есть особенности здоровья, то, конечно, необходима какая-то подготовка препаратами против аллергии в течение нескольких дней и после прививки. В основном какая-то подготовка нужна. А какая вакцина лучше других, скажем так, подходит детям? Все подходят детям. Савигрип, Перепол Плюс, которые сейчас есть в нашем медицинском городском округе и у нас в учреждении. Все возможно, их все возможно сделать. И побочных действий на них ещё не было. А вот если побочные действия возникают, то какие это действия? Что происходит? В основном так называемые побочные действия родители указывают как температуру. Хотя официально это и не побочные действия. У меня и у моих детей множество раз, которые мы делали несколько лет, ни одного их подобных явлений не было ещё. Многие уверены, что прививаться не обязательно. Можно дать, например, ребёнку какую-нибудь витаминку или в нос что-нибудь покапать или намазать. И, в общем-то, он защищён от заболевания. Вот так это или не так? Нет, это не так. Иммунитет нельзя поднять. Его можно только разрабатывать. А вы разрабатываете с помощью вакцины, чтобы иммунитет был напряжён в осенне-зимние периоды. Чтобы иммунитет работал и боролся с инфекцией. Ведь от гриппа дети не умирают. Они умирают от осложнений гриппа. И это поможет ребёнку, прививка поможет в лёгкой форме привести к заболеванию. А какие осложнения гриппом могут быть у ребёнка? Чаще всего какие? Конечно, это пневмония. В первую очередь. Тяжёлое состояние, требующее обязательной госпитализации, внутривенных антибиотиков, тяжёлого состояния. Но это бывает редко. Сейчас очень много прививается. Особо мы уделили внимание организованному детству, то есть садике, школы. Максимальное количество детей, которые общаются, находятся в группах с друг другом, мы попытались привить. Спасибо большое. С вами был по видеосвязи Евгений Геннадьевич Гурович, врач-педиатр. А мы работаем в прямом эфире. 8495 508 86 84. Телефон прямого эфира. Лариса Владимировна, а у беременных бывают ли полученные эффекты? Если бывают, то какие? Как, может быть, сделать так, чтобы их не было, если это возможно? Ну, у беременных, я хочу сказать, что в настоящее время, наверное, у нас недостаточный охват беременных прививками. Всё-таки остаётся какой-то страх, и нам нужно его преодолевать. Нужно больше вести обезразительные работы в том, что это необходимо делать, что прививки необходимы. А осложнения, они как у всех, все те же самые, что и у небеременных, все те же, о которых сейчас только что говорили. То есть осложнения, они имеют право быть, и на введение любого лекарственного препарата, на любую прививку, у какого-то небольшого процента людей осложнения бывают. Но для этого существуют врачи, для этого пациент находится под наблюдением, чтобы минимизировать эти осложнения. А взрослым как готовиться к прививке? Хорошее самочувствие, это понятно. А ещё что нужно сделать? Этого достаточно. Больше хорошее самочувствие, здоровый, прививайся. Хорошее настроение, это вообще, мне кажется, способствует повышению иммунитета. Безусловно, лучший способ защитить себя от гриппа, это, конечно, сделать прививку. Но некоторые уверены, что стоит ещё и закаляться. Об ответственном отношении к своему здоровью и своих детей нам сегодня расскажет семья Береженских. Они с нами по видеосвязи. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Вячеславович. Вы привились от гриппа? Да, мы привились, и все наши дети тоже привиты. Вы не болеете? Не болеете. Правда, говорят. Прививка помогает, работает. Да, конечно. Прививка, во-первых, работает, во-вторых, смотрите, нас, конечно, часто пугает по телевизору лихорадкой там Езападного Нила, Эбола, Коксаки. Но есть грипп, который не просто ОРВИ, не просто лёгкое заболевание, и грипп уносит гораздо больше жизни. Но как-то к нему мы относимся очень так спокойно и никак не переживаем. Поэтому прививаться надо. Не зря мы прививаем и своих родителей, и своих детей, потому что именно дети и люди пожилого возраста – это группа риска по развитию тяжёлых осложнений гриба. Но, насколько я знаю, вы не только прививаетесь, вы ещё и закаляетесь. Вот насколько это эффективно, и перестали ли дети от этого меньше болеть простудными заболеваниями? Ну, здесь надо понять, что закаливание бывает активное, бывает пассивное. Понятно, что мы, как педиатры, всегда, даже при первом осмотре ребёнка, родителям рекомендуем заниматься с детьми пассивным закаливанием. Это воздушные ванны, проветривание, адекватная температура в комнате, самое главное – адекватно одевать ребёнка на улицу. И этот комплекс мероприятий пассивного закаливания помогает формировать здоровый образ жизни вообще у ребёнка. Активное закаливание мы уже переходим только тогда, когда мы видим, что ребёнок здоров, когда мы видим, что ребёнок может вытерпеть его нервную систему, даёт какие-то дополнительные нагрузки. А с чего начать вот это самое пассивное закаливание? Тут, наверное, самое страшное – это какой-то моральный такой барьер, но как-то ребёнок под открытым окном оставить можно, правда, вы видите? Да. Ну, это вообще банальные правила, и всех знают, что температура в квартире, в комнате, в доме, где живёт, температура должна быть от 19 до 22 градусов. Это раз. Во-вторых, адекватная влажность. Первые моменты закаливания мы делаем так. У нас дети с утра просыпаются, мы одну комнату проветриваем, и когда они идут в детскую комнату, они проходят через комнату, которая чуть попрохладней. И это отличный способ закаливания, потому что это и стимулирует, во-первых, вегетативную нервную систему, а во-вторых, это и немножко бодрит, и дети просыпаются. Следующие моменты – это адекватно одевать. Младшие дети должны одеваться на одну одёжку больше, чем взрослые, когда выходят на улицу. Старшие дети уже даже, ну, школьники и перед школой должны одеваться так же, как взрослые. А то у нас обычно взрослые идут легко одеты, зато ребёнок закутан в шапку, шарф и сверху ещё пухой углоток. Это все моменты пассивного закаливания, которые надо соблюдать. А как ещё можно укрепить иммунитет пассивного закаливания? Есть какие-нибудь волшебные витаминки? Волшебных витамин нет. Всё очень банально, просто. Это те же самые закаливания, это правильный здоровый образ жизни, это правильный пример родителей, как надо вести здоровый образ жизни, это правильное питание. Ну, и, конечно же, активный иммунитет мы можем выработать только с помощью вакцинации, ну, или переболев каким-то заболеванием. Но вакцинация – это единственный способ выработать активный иммунитет, не болев ничем. А значит, без осложнений. Павел Числович, спасибо большое, что были сегодня с нами. Напоминаю, что в прямом эфире ТВ-программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о вакцинации от гриппа 8495-508-86-84. Наш номер телефона. Вот сейчас, дай бог, посмотрят наши телезрители, желающих сделать прививку, будет больше, чем в нашем опросе в социальных сетях. А вот еще разочек, прям вот коротенько, куда обращаться, что с собой нужно иметь? Можно обращаться в поликлинику, к терапевту, который сделает терапевтический осмотр, даст направление в процедурный кабинет, все произойдет день в день, и будет произведена вакцинация. Можно обращаться в фельдшерско-акушерский пункт. Вторник и суббота – это площадь около администрации Одинцовского городского округа. Среда, четверг – это привокзальная площадь. График работы с 10 до 2. И в пятницу мы у МФЦ стоим, где могут люди, пришедшие по своим делам в МФЦ, зайти, позаботиться о своем здоровье и сделать вакцину. Что при себе необходимо иметь? Какие документы? Паспорт, полис. Но даже если наш потенциальный пациент забыл эти документы, мы никому не откажем. Мы всех привем. Совершенно бесплатно вакцины. Совершенно бесплатно. Вакцины на всех хватит. Лариса Владимировна, для беременных маршрутизация примерно такая же? Для беременных нужно зайти сначала к кушер-гинекологу, чтобы получить разрешение на привилку, и дальше, конечно же, к терапевту идти в поликлинику. И, собственно, получит там беременная женщина прививку и, соответственно, иммунитет к гриппу. Вакцин достаточно. Собственно, дефицита в этом нет, правильно? Нет. Но, сделав прививку, сколько у нас? Две-три недели иммунитет вырабатывается, правильно? Да. И, собственно, риск заболеть мы минимизировали. А если все-таки, да, человек вакцинировался, вот тоже частая история, прививку сделали, но заболели. Вот что это, прививка не сработала, штамм другой? Или другой, может быть, в принципе, заболевание? Да, здесь надо понимать, чем заболел. Гриппом. Но, опять же, этот диагноз должен установить врач. Те пациенты, которые говорят, что заболели после вакцинации, переболели, как правило, они не обращались за медицинской помощью и лечились дома. Поэтому таких случаев, которые заболели, и диагноз был установлен медработников, их на самом деле не так много. Если человек делает прививку, то, в общем-то, допускается то, что он может заболеть, но тот же грипп, если он им заболеет, он намного легче будет протекать. То есть в каком-то проценте случаев заражение, заболевание, оно возможно, но не будет тех осложнений, которые могут быть. Более легкой формы. Да, более легкой формы. Все осложнения, которых мы боимся, да, это пневмония. Присоединяется бактериальная инфекция, либо вирусная инфекция дает пневмонию, либо присоединяется бактериальная, и пневмонию уже вылечить гораздо труднее. Сейчас у нас век информационных технологиях, по части медицины, не знаешь, то ли радоваться, то ли горевать. То есть мы же все симптомы в интернете забили, диагноз себе поставили, там сразу и лечение можно найти. Вот с гриппом прокатит такая схема? Ну, чисто теоретически. Может и прокатить, а может и нет. В любом случае надо обращаться за медицинской помощью. Не стоит свое здоровье доверять. Гуглу, Яндексу, конечно, нужно обращаться. Вам, наверное, по этой части тяжелее всех приходится. Вот как убедить людей пользоваться все-таки советами врачей, которые получили специальное образование, а не тому, что выдаст поисковая система? Ну, надо сказать, что все-таки, да, наши девушки, женщины беременные, они пользуются поисковыми системами, но надо им отдать должное, что после этого они все-таки спрашивают у врача, правда это или нет, я правильно поступаю или нет. Тем более, что, допустим, если беременны, мы очень часто с ними встречаемся. Мы при нормально протекающей беременности, если по приказу положено раз в месяц, то, конечно же, они чаще к нам приходят. Поэтому есть время на контакты, на информирование, на беседы. И мне кажется, что все-таки они прислушиваются к своему лечащему врачу. Я напоминаю, что мы в прямом эфире говорим сегодня о вакцинации от гриппа 8495-586-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Наталья. Наталья, очень приятно задавать ваш вопрос. Хотелось бы узнать, а можно пожилому человеку на дно сделать прививку, если он не может уходить, так как старше 65 лет? Могут приехать врачи сделать прививку? Возможно это? Спасибо большое, Наталья, за вопрос. Еще разочек. Я не очень поняла показания, почему не может человек прийти в приклинику. Он может быть маломобильный. Мы можем предполагать. Наталья, вы еще не с нами. Нет, я еще здесь. Наталья, почему не может пожилой человек прийти в поликлинику? Потому что категория 65+, находятся в доме на самоизоляции. Понятно, спасибо. Чтобы избежать лишнего похода в поликлинику, хотелось бы привиться. Вот возможно это сделать или нет? Спасибо большое за уточнение. На данный момент самоизоляция носит рекомендательный характер. Пациентов старше 65 лет по городу Одинцово, Одинцовскому округу, конечно, очень много. И если мы сейчас будем отвечать на этот вопрос, что да, то, конечно, мы не справимся. Просто не хватит рук. Объем очень большой. Объем работы по всем категориям. Поэтому по возможности, конечно, нужно прийти в поликлинику. Сейчас открыты для этого кабинеты вакцинации. Мобильный ФАП в пяти точках, пять дней в неделю, да, и стоит ФАП, куда, пожалуйста, можно прийти привиться. Это улица. Нам повезло в октябре с погодой. Поэтому, пожалуйста, можно соблюдать стальную дистанцию, полтора метра. Масочку, перчаточки. Да, и прийти в ФАП. Елена Владимировна, еще такой вопрос от Олеси из Инстаграм. Добрый вечер. Осуществляется ли вакцинация от гриппа в отношении иностранных граждан? Спасибо. Иностранные граждане, которые проживают на нашей территории, проживают, работают. Ну, вообще, эта прививка входит в ОМС. Поэтому мы просим людей при себе иметь паспорт и полис. Перед этим должен быть осмотр терапевта. Это тоже является медицинской услугой. А если, например, полис нет, можно ли получить эту услугу платно? Платно можно. Спасибо большое. Ну, напоминаем для жителей Одинского округа, у которых есть полис, это совершенно бесплатно в поликлинике или в передвижном ФАПе. Как вам удобно приходить и делать прививку от гриппа. Елена Владимировна, Лариса Владимировна, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Бегите себя и своих близких. До новых встреч на ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok